Полевской археологический отряд представляет реконструкцию плавки цветных металлов по технологиям древних металлургов. Полевской отряд базируется в городе Полевском, который является, так скажем, столицей иткульских металлургов. Сегодня мы покажем разогрев металла до жидкого состояния и затем отливку изделий, максимально приближенных к древним технологиям. Что вы видите перед собой? Собой вы видите вот такую подковообразную печь горн, в которой вмонтировано сопло из глины сделанное. Это сопло связывается с двумя мехами. Меха мы сегодня используем средневекового типа, однокамерные меха. Они связываются с соплом, так называемыми штанами. Металлурги называют это штаны. Ну и в свою очередь нагнетается сюда воздух для того, чтобы достичь, возможно, максимально большей температуры. И плавка металла произошла удачно. Помощник металлурга работает на мехах следующим образом. Миша, демонстрируй. Поднимается мех, чуть-чуть хлопается, до конца не доводится, уже начинает работать второй мех. Очень важно, чтобы здесь мы получили постоянное дутье, как из насоса. Если это будет прерывисто, продемонстрируй, Миша. Шлеп. Тогда металл будет расплавить чрезвычайно сложно. Нужно сказать, что... Все, пока прекращаем. Нужно сказать, что в первоначальном металлурге, конечно же, с помощью горняков добывали руду. Руду эту обогащали разными способами. Потом из руды, ну, примерно таким же способом, выплавляли медь. Затем уже выплавленную медь, обработав от шлака, снова, значит, заносили в горн и производили разогрев и отливку металлических изделий. В чем плавили, значит, древние металлурги? Они плавили вот в таких тиглях. Мы находим остатки тиглей. Они сделаны из глины с большим содержанием талька. Тигель такой рюмкообразный. Есть и обычные чашкообразные тигли. Но понятно, что рюмкообразный тигель, его легче удержать с помощью щипцов в таком постоянном состоянии. Я вот взял простую веточку, да, и продемонстрирую, какие были, значит, возможно, вероятно, были, возможно, первые щипцы. То есть вот таким вот образом, если у кого-то были стиральные машинки из Советского Союза, они знают, что там были щипцы для вытаскивания белья. Вот принцип такой же, вот я достал, да, и вот таким вот образом отлил. Деревянные щипцы. Но для удобства мы сейчас, опять же, используем, ну, более удобные для нас металлические щипцы. Такими щипцами намного удобнее, потому что они лучше держатся в руке и легче отлить металл. Так как работаем со школьниками, очень бывает обидно, когда расплавили металл, достают деревянными щипцами и опрокинули расплавленный металл. Мы потратили много угля, сил, времени, а металл разлили возле литейных форм. Следующий этап. Смотрите, если дома хозяйки варят, значит, кашу или суп, ставят большую кастрюлю и огонь поступает снизу, то здесь будет, значит, огонь находиться сверху. Представьте, кастрюля, в которой варится суп, а пламя огня нагнетается сверху с помощью мехов. Так, значит, одна из первых задач, мне нужно, важно установить вот этот тигель, у него есть носик для слива, именно в центр горна, в центр горна, именно, не столько даже в центр горна, а сколько в центр дува из сопла воздуха. Как мне это проверить? Ну, я делаю таким вот образом, беру уголючек и пробую, качаем, да? То есть я вижу, что здесь дует как раз в центр. Если не в центр, я немножко подвину вот так. Если тигель во время плавки сдвинулся от сопла сантиметра 2-3, воздух будет нагнетаться в край тигля, и металл никогда не расплавится. Можно укачаться, никогда он не расплавится. Мы сейчас заправим, значит, печку. Миша, еще раз качни, я посмотрю. Ну, вот видите, вроде бы как все хорошо, особо тут вопросов не возникает, но тем не менее. Теперь я обкладываю угольком, подсыпаю новый уголь. В качестве топлива, конечно, ну, как бы хорошие результаты дает древесный уголь. Но в том числе мы проводили эксперименты с помощью наших учителей с шишками. Шишек огромное количество в сосновых лесах. Вот, и, значит, на шишках происходит тоже вполне хорошая плавка. Мы начинаем качать, разогреваем металл, разогреваем печку, качаем, обкладываем углем тигеля. Я буду рассказывать дальше. Спокойно качаем, я минут 10 буду рассказывать мне еще следующее. Добавлю немножко бересты, чтобы быстрее все это сгорело, заработало. Захар, вы будете меняться, да? И пока мой помощник работает на мехах, разогревает металл, я вам расскажу о следующем. А именно, вот здесь у меня лежат и стоят литейные формы. Вот эти литейные формы, они сделаны из талька. Так, две из талька, а одна из глины. Одна из глины. На металлургических площадках, иткульских металлургов, находят именно такие литейные формы. Одна известна из меди, медный копель. Литейные формы бывают двухстворчатыми. Вот две створочки. Одна створка, на которой не вырезан негатив. На второй створке, собственно, вырезано изображение, которое мы будем отливать. Которое нужно отливать. В верхней части устроена воронка для литья. Литейная форма связывалась кожаными ремешками. Либо вторичная обмазка глины была. Не вторичная, а обмазка глины. А вот глиной. Потом, когда заливали литейную форму, ее раскрывали. Получалось готовое изделие. Есть литейные формы трехстворчатые. Для трехстворчатых, для трехгранных наконечников стрел. Здесь достаточно сложно изготовить. Вот здесь у нас есть, можно ее увидеть. Вот эти три створки, во-первых, очень сложно даже с помощью линейки распилить ровно, чтобы было по 120 градусов. Затем здесь нужно вмонтировать сердечник. Литейные формы, я уже говорил, бывают двухстворчатые, трехстворчатые. Большие предметы, которые отливаются, чаще всего изготовлены из глины. Но, тем не менее, бывают и из талька. В том числе и наконечники копья. Вот посмотрите, наконечник копья, в котором неоднократно выливали копья, с сердечником. Сердечник нужен для того, чтобы втулка была полая. Для того, чтобы потом, собственно, надревка. Литейная форма скручивается, ставится, очень серьезно прогревается. И потом металл заливается вот именно сюда. Очень сложно для металлурга сделать, чтобы сердечник не касался литейной формы. Он должен провисать в таком вот состоянии. Видите, да? Если он прикоснется, соответственно, здесь металл не прольется и получится брак. Я могу продемонстрировать этот брак. Вот, например, то, что мы сейчас будем приплавлять сегодня из бронзы. Отлили наконечник копья, сам наконечник пролился, все хорошо. А втулка нет. Почему? Потому что она сместилась во время плавки и к одной стенке прижалась. Соответственно, сердечник не получился. Ну, вот здесь предметы из бронзы и меди. Очень сложно выплавлять из меди. Медь – это тот металл, который очень быстро кристаллизуется. Например, птицевидный идол из меди не пролитый до конца. С бронзы полегче, но тоже часто бывает брак. Но этот брак мы потом переплавляем. Итак, главный секрет металлургии – это создать плазму огня постоянную между соплом и тиглем. Если металлург отвлекся куда-то, то топливо прогорит, и нагнетаемый воздух с улицы сейчас 20 градусов, даже гипотетически, если он успеет прогреться, проходя через сопло до 200 градусов, он начнет остужать нагретый металл в тигле. Поэтому очень-очень важно металлургу всегда следить за состоянием топлива между соплом и тиглем. А теперь представьте, некоторые ученые говорят о том, что металл плавили в закрытой доминке. Доминка запустили и там плавят. А как увидеть, прогорел там металл, заглянуть сверху туда – это практически невозможно. Я хочу поблагодарить Савина Вячеслава Геннадьевича, который поведал нам эти технологии. И теперь мы тоже используем их для плавки металла. Ну, через 3 минутки будет отливка металла. Стоп, 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 стоп. Я иногда говорю, стоп, металл начал плавиться, как каша, но еще не готов. Так, подожди, Захар, качаем потихоньку. Когда рассказываешь и делаешь это, я концентрирую топливо, вот именно в середине качаем. Металл у меня начал плавиться. Те люди, которые имеют хорошую цветопередачу глаз, видят по краям огня зеленый цвет. Это говорит о том, что металл переходит из твердого состояния в жидкое. А вот сейчас я не вижу пока. Да, температура плавления здесь около 1000 градусов. Мы плавим лом бронзы. Лом бронзы. Я подбрасываю еще немножко топлива. И все приготовьтесь. Максимум через 5 минут можно... Качай! Не надо менять. Он уже в жидком состоянии, я посмотрел. Если металлургу нужно посмотреть, я говорю, стоп, он останавливается. Я просматриваю, если металл расплавился. Давайте, давайте. Хорошо. Можно даже показать вам расплавленный металл. Стоп! Вот смотрите. Начал плавиться, да? Но еще не расплавился. Так. Качай! Три минутки еще и... Очень хорошо. Миша, будешь менять Захара, нет? Захар, не надо менять? Качай, качай, качай. Все хорошо. Стоп! Я проверю. Ну, так, металл уже расплавился. Качай, потихоньку, потихоньку. Металл расплавился, сейчас будет отливка. Моя задача, как можно быстрее разгрести угольки. Качай, качай сильнее. Как можно быстрее разгрести угольки, достать тигель и отлить. Изделие. Я все готовлю. Еще его подогреваю. Все, стоп! Все, стоп! Сейчас будет процесс литья. Вот, смотрите. Вон, видите, металл расплавленный. Не нужно... Никакого стопа уже не будет. Вот. Я беру и, собственно, отливаю. Ага, глиняный. Ну, последнего уже практически нет. Давайте вот сюда отольем. Остатки остались. Так, почему-то вот эта у нас литейная форма шипела. Плохо прогревается она. Ну, посмотрим. Посмотрите. Ой, как сплавилось все, да? Налил много. Первый блин комом, как говорят. Хозяйки, когда отливают... Делают блины, да? Да. Не, наконечник не получился. Думали, что нет, да? Хотя, может быть... Ну, самое главное, вы увидели. Металл расплавился, да? Металл расплавился. Отливка произошла. Литье произошло. Вот. Литейную форму не сломать. Сейчас ее раскрою. Разорву проволочку вот эту. Где она у нас тут? Посмотрим, что у нас тут получилось. Ага, о, какая птичка. Слав Георгиевич. Полностью пролилась. Красивая. Осталось только снять. Ну вот, птичка пролилась. Затем металлург отпиливал вот этот литейный наплыв. И изделие готово к употреблению. Так, полностью пролилась. Да, сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. А вот здесь у нас голова хищника. Не знаю, что сейчас получилось. Да, хищника, который... Литейная... Ой, не литейная форма, а... Горячая все очень. Была найдена наитку или мы сделали копию? Пока металл не кидаю, можно... Ага, что-то там как будто бы получилось. Сейчас посмотрим. Это литейная форма из глины. Ее очень сложно сохранить. Вообще, литейные формы из глины, они недолговечны. Глина намного более хрупкий материал, чем... О, как приклеилось хорошо. Даже не знаю, смогу ли я извлечь ее, не сломав саму оттиска. Я, наверное, не смогу. Поэтому на ходе... Поэтому при раскопках попадается много обломков глиняных литейных форм. Ага. Волчонок тоже получился. Голова хищника... Получилось, да. Ну вот, смотрите. Есть навешивание кинжалов. Ну, про наконечник стрелы. Очень редко бывает так, чтобы с одного разогрева металла отлить 2 и более изделия. Во всяком случае, нам удавалось с трудом. Металл очень быстро кристаллизуется. Очень быстро. Прямо как сосулька замерзает. Так. Ну и последнюю давайте посмотрим. Это литейная форма новая. Делал ее Захар. Да, Захар? Вот. Литейная форма трехстворчатого наконечника стрелы. Здесь первая в ней плавка. Мы сейчас смотрим, что у нас тут получилось. Прогнозов никаких не даем. Больших, потому что это была третья как бы отливка в третьей литейной форме. Когда металл... Да, я уже вижу, что он по-моему до конца не пролился. Сейчас посмотрим. Где же ты? А, вот. А, нет. Смотрите. Наконечник стрелы трехстворчатый, трехгранный, трехстворчанный. Отлился полностью практически. Первая. То есть, три изделия. Хорошая бронза, мягкая. Вот. То есть, можно сейчас стрелу отпиливаем литниковый наплыв. Делаем лук стрелы и вперед на охоту. Ну, вот, пожалуй, и все. Вторая плавка. Третья плавка. Она происходит быстрее, потому что печка разогрета, литейные формы горячие. Это первый блин. Ну, не комом. Да? Да, все хорошо получилось. Практически. Тут немножко грань не пролилась, но, тем не менее, с ним можно идти на охоту. Вот сейчас самое главное. У меня все. Большое спасибо. Захару. И ребятам спасибо. 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 Продолжение следует...